Глава 4.5. Векторная модель Робиновича Макдональда. Представим, что ключевым вопросом на голосовании является вопрос налогов. Скажем, действует ставка в 20%, и одни партии выступают за ее снижение, а другие за ее повышение. Для оценки близости их позиции к электоральным предпочтениям избирателя нам придется понять, за какую ставку налога он сам ратует. В действительности же избиратель обычно действует в следующих оппозициях. Первое. Изменять ставку налога или оставить как есть. Второе. Если изменять, то повышать или понижать ставку налога. И третье. Если изменять, то значительно или незначительно понижать, повышать ставку налога. Другими словами, избирателя больше интересует не положение партии на электоральном поле, а вектор ее движения. Если он совпадает по направлению и интенсивности с его собственным, эта партия ему подойдет. Эта логика лежит в основе векторной пространственной модели голосования, предложенной Рабиновичем и Макдональдом. Рассмотрим модель в действии на примере, предложенном Охременко. На ней мы видим двумерный идеологический спектр и порог интенсивности, после преодоления которого позиция партии Y не будет восприниматься электоратом. Остальные партии отражают разные векторы изменений и степень их интенсивности и пытаются угадать векторы устремлений избирателей. Безусловным достоинством этой модели является отражение динамики политической системы, ее способности трансформироваться под новые темы повестки, что было неочевидно в предыдущих моделях, где электоральное поведение партии стремилось к вечному покою в точке медианного избирателя. Из анализа пространственных моделей голосования можно сделать вывод, что ни одна из них в отдельности не может комплексно объяснить электоральное поведение. Дело в том, что похожие избирательные предпочтения складываются у электората одновременно в двух проекциях. Во-первых, это статическая проекция, отражающая глубинные идейно-политические размежевания и распределение электората и партии по идеологическому спектру. Для анализа этой проекции лучше подойдет модель Хоттелинга-Даунса с той поправкой, что идеологический спектр по меньшей мере двумерен и он не может оцениваться в одном измерении. Общая логика модели Хоттелинга-Даунса и лежащие в ее основе теории медианного избирателя отражает механизм поиска в обществе широкого компромисса, необходимого для стабильности и преодоления идейных размежеваний. Эта проекция будет доминирующей при объяснении двухпартийных систем, стран с устойчивой электоральной традицией и логике поведения старых партий. Во-вторых, это динамическая проекция, фокусирующаяся на актуальной политической повестке. Она обеспечивает динамику политического процесса, поднимает новые вопросы, позволяет выйти на авансцену политической жизни новым лидерам и движениям, поддерживает интерес к выборам у электората. Для ее интерпретации больше подойдут неодномерные пространственные модели голосования и, лучше всех, модель, основанная не на оценке близости, а на скалярных величинах, например, векторная модель Рабиновича Макдональда. Эта проекция будет главенствовать при интерпретации процессов в многопартийных системах, странах в период бифуркаций и логике поведения новых партий. Для комплексного же анализа электорального процесса требуется моделирование электорального поля одновременно в двух проекциях – статическом, обеспечивающем его устойчивость и преемственность, и динамическом, отвечающем за его трансформации.